Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение Третьей книги царей. И сегодня мы будем читать 21 главу, которая начинается словами и было после сих происшествий у Нафуфея, израильтянина в Израиле, был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Нафуфею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, и вон близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Святитель Амвросий Медиаланский пишет, «История Нафуфея стара по времени, но обычно для жизни, ибо кто из богачей ежедневно не зарится на чужое, кто из состоятельных людей не пытается согнать бедняка с его кулачка земли и вытеснить нуждающегося за пределы его наследственного поля, кто доволен своим, сердце какого богача не разгорается ли от богатства соседа, и вот ни один Ахав родился, но что гораздо хуже, ежедневно рождается Ахав, и в этом мире он никогда не умрет. Если один погибает, восстают многие другие, больше тех, которые воруют, нежели тех, которые теряют. И ни один бедняк Нафуфей убит, каждый день погибает Нафуфей, каждый день бедняка убивают. Под угрозой такого страха человеческий род покидает земли свои, и вот странствует бедняк, Отягощенный залогом своим, с малютками. За ним плача идет жена, Словно провожая мужа в могилу. Меньше печалится та, Которая плакивает своих умерших, Ибо и нет у нее сыновей, Но не придется рыдать об изгнании, Стонать от голода Ее нежных птенцов, Что еще хуже смерти. Действительно, эта история стара, как мир, В том смысле, что жадность, Как правило, это чувство, которое живет в сердцах людей, В общем-то, обеспеченных. Человек бедный дорожит тем, что он имеет, И его стремление хотя бы это сохранить, Потому что без этого малого он не сможет просто выжить. Он борется за выживание, А человек богатый может бороться за процветание, За умножение его сокровищ, его богатств. И вот Нафуфею очень не повезло, Он был соседом царя. То есть его виноградник подли дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Нафуфею, говоря, Отдай мне свой виноградник, Из него будет у меня овощной сад, Ибо он близко к моему дому, А вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, Или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. Но Нафуфею сказал Ахаву, Сохрани меня, Господь, Чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. Почему он так отвечает царю? Потому что был закон, Это закон Божий, По которому нельзя было терять надел своего рода, Своей фамилии. Фамилия на еврейском языке это Шем Мишпаха, То есть имя семьи. И человек должен всячески оберегать имя семьи В том наделе, Который он должен оберегать, сохранять. Поэтому это не просто Вот он уцепился за этот кусок земли, Хотя это тоже так, он бедный человек. Но он помнит о том, Что это наследие отцов, И многие поколения его предков, Они обрабатывали эту землю, И теперь после него его потомки должны владеть ею. И пришел Ахав домой, Стревоженный и огорченный тем словом, Которое сказал ему на фуфей, Израилетянин, Говоря, не отдам тебе наследие отцов моих. Вот здесь все-таки мы видим, Что Ахав не такой уж конченый грешник. Он мог там потребовать, Начать топать ногами, Все-таки он был царем, Но если ему не отдают, То не отдают. И в смущение духа лег на постель свою, И, отвративши лицо свое, И хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Это нечестивая язычница Эйзавель, И сказала ему, Отчего встревожен дух твой, Что ты хлеба не ешь? Ну, хлеба не ешь, Это может означать эфемизм. Эфемизм. То есть ты вообще отказался от печи. Также хлеба не ешь, Это очень древний эфемизм. Мы видим в книге Бытия, Он означает, Что человек не вступает в общение с женой. То есть отказывается от брачного ложа, Потому что есть хлеб, Означает также иметь жену и жить с нею. Ну, это особенность еврейского языка. Он сказал ей, Когда я стал говорить на Фуфею, Израилетянину, И сказал ему, Отдай мне виноградник твой за серебро, Или, если хочешь, Я дам тебе другой виноградник вместо него, Тогда он сказал, Не отдам тебе виноградника моего, Наследство отцов моих. И сказал ему Иезавель, Жена его, Что за царство было бы в Израиле, Если бы ты так поступал, Встань, Ешь хлеб, И будь спокоен, Я доставлю тебе виноградник На Фуфея, Израилетянина. Вот в чем отличие между Ахавом, Мужем, И его женой, Иезавелью. Ахав двоеверный, Как двоеверным Был его отец И создатель Израильского государства Ирваам. Они были двоеверны. Да, они признавали идолов, Но они признавали и Бога Авраама Исаака Якова. Так вот, Иезавель, Она совершенно Не двоеверна. Она оконченная Язычница, Она Идолопоклонница, И Ее ничто не сдерживает. Помните, Как вот мы В прошлый раз Беседовали, Как слуги Винодата Понимали, Что Закон Божий, Он содержит в себе Не только строгость, Закон евреев, Но и милость. И они уповали на милость. Хотя там не было Оправдания для Винодата, Потому что он Совершил Богохульство явное. А вот она Ничем не связана, Она ничем не ограничена. То есть Без всяких тормозов. То есть Абсолютно Растабуированный Человек. Потому что Среди Богов-язычников Были Как добрые, Так и злые Боги. И Служение Злу Ставилось На один Уровень Сослужение Добру, Например. Такой Дуализм, Языческий Дуализм. И мы Читаем, Что Она Делает. И Написала Она От имени Ахава Письма И Запечатала Их Его Печатью И Послала Эти Письма К Старейшинам И Знатным В Его Городе Живущим С Нафуфеем В письмах Она Писала Так Объявите Пост И Посадите Нафуфея На первое Место В Народе И Против Него Посадите Двух Негодных Людей Которые Свидетельствовали Бы На Него И Сказали Ты Хулил Бога И Царя И Потом Выведите Его И Побейте Его Камнями Чтобы Он Умер Ну Немножко Непонятно Почему Она Требует Объявите Пост Скорее Всего Имеется Ввиду Что Судьи Которые Серьезно Относились К своему Служению Они В таких Сложных Вопросах Как Возможные Вынесения Смертного Приговора Они Прибывали Решали Эти Вопросы В состоянии Поста Потому Что Иудеи Считали С древнейших Времен Что Дух Святой Если Человек В состоянии Поста Он Может Умудрить Наставить Его И Какие-то Важные Решения Принимали Именно Состояние Поста Хотя Здесь Прямо Говорится Что Надо Найти Негодных Людей То есть Лжесвидетелей И Обвинить Человека В том Что он Не делал Чтобы Эти Негодные Люди Сказали На него Ты хулил Бога И царя Потом Выведите Его То есть За город И побейте Его камнями Чтобы он Умер И сделали Мужи Города Его Старейшина И знатные Жившие В городе Его Как Приказала Им Изавель Так Как писано В письме Которое Она Послала К ним Они Могли Не понимать Что это Как бы Приказ Изавель Потому что В печати Стояла Ахава Объявили Пост И И посадили Нафуфея Во главе Народа То есть Как бы Все правильно Делать И выступили Два Негодных Человека И сели Против Него И свидетельствовали На него Эти Недобрые Люди Пред Народом И говорили Нафуфей Хулил Бога И царя И вывели Его За город И побили Его камнями И он Умер И послали К Изавеле Сказать Нафуфей Побит Камнями И умер Скорее всего Кто-то из них Знал Что это письма От Изавеля А кто-то Мог предполагать Что они От Ахава А Изавель Могла только Передать эти письма Потому что Она печатью Царя Запечатала Эти письма Услышав Что Нафуфей Побит Камнями И умер Изавель Сказала Ахаву Встань Возьми Во владение Виноградник Нафуфея Израилитянина Который Не хотел Отдать тебе За серебро Ибо Нафуфея Нет живых Он умер Нет человека Нет проблем Очень цинично Поступает Это Идолопоклонница Когда Услышал Ахав Что Нафуфей Израилитянин Был убит Вот его Реакция Она Немножко Другая Разодрал Одежды Свои И надел На себя Вретище А потом Встал Ахав Чтобы Пойти В виноградник Нафуфея Израилитянина И взять Его Во владение Да Он Обязан Был Разорвать Свои Одежды Почему А потому Что Умер Сосед Умер Сосед Мир Соседом Это Род Благочестия И он Как бы Эту сторону Исполнил Обряда Кстати Об этом Говорится Только Только В саптуагенте И В Синодальном Эти слова Разодрал Одежды Свои И надел На себя Вретище Они Включены В квадратные Скобки Которые Означают Что Текст Взят Саптуагент Из греческого Перевода То есть В более Древней Редакции Еврейской Книги Царств Было Именно Так И было Слово Господне К Ильи Фесвитянину Встань Пойди Навстречу Ахаву Царю Израильскому Который В Самарии Вот он Теперь В винограднике Нафуфея Куда Пришел Чтобы Взять Его Во владение И скажи Ему Так Говорит Господь Ты Убил И еще Вступаешь В наследство И скажи Ему Так Говорит Господь На том Месте Где псы Лизали Кровь Нафуфея Псы Будут Лизать И Твою Кровь Ну Разве Ахав Убил Нафуфея Здесь Как бы Показано Что он И не знал Об этом Но Он Знал Свою Жену Он Знал Ее Сердце Ее Характер Он Знал Ее Звериные Методы Расправляться С Конкурентами С Ненавистными Для нее Людьми Ведь она Уничтожала Пророков Божьих Только за то Что они Сохраняли Верность Богу А какой-то Виноградник И он Рассказал Ей Все это Может быть Это была Такая Внутренняя Хитрость Он Он Предполагал Что она Поступит Так Но Вот Двоеверие Со стороны Закона Моисеева Подсказывало Ему Самому Не надо Это делать Жена Она Такая По жизни Но Он Обвинен В убийстве Богом Потому что Он имеет Косвенное Отношение К этому Ему Вынесен Приговор На небесах И хотя Мы знаем Что он Совершил Много Преступлений По его Вине Погибли Многие Пророки Божии А почему Только В случае С Нафуфеем Бедным Человеком У которого Был Виноградник Вот Выносится Окончательный Приговор Потому что Бог Не наказывает Человека И не Выносит Ему Окончательного Приговора Прежде чем Беззаконие Человека Не превзойдет Все Возможные Пределы И сказал Ахав Ильи Нашел ты Меня Враг Мой Почему Он так Говорит Потому что Илья Все время Произносит Пророчества Которые Обещают Какие-то Несчастья Для Ахава Разве Илья Был Врагом Ахава Нет Кто Был Главный Враг Ахава Сам Ахав Ахава Которые Нашел Нашел Ибо Ты Предался Тому Что делать Неугодно Предачами Господа И раздражил Его Так говорит Господь Вот я Наведу на тебя Беды И вымету За тобою И Истреблю Уахава Мочащегося К стене И заключенного И оставшегося В Израиле И поступлю С домом Твоим Так Как я Поступил С домом Ирваама Сына Наватого И с домом Ваасы Сына Ахиина За Оскорбление Которым Ты раздражил Меня И Вел Израиля В грех Так же И Айзавеле Сказал Господь Псы Съедят Айзавель За Стеною Израэля Кто Умрет Уахава В городе Того съедят Псы А кто Умрет На поле Того Расклюют Птицы Небесные То есть Чаша Божьего Терпения Она Была Переполнена В связи С виноградником Нафуфе Этого Бедного Человека Которому Так не повезло Быть Соседом Царя Богатство Это зона Риска Те которые Приближаются К богатству Они Рискуют Влететь В какую-то Воронку И Их По соседству Куда-нибудь Утянет И Мы читаем 25 стих Не Не было Еще Такого Как Ахав Который Предался Бо тому Чтобы Делать Неугодное Предачами Господа К Чему Подущала Его Жена Его Изавель То есть Как бы Такой Исключительный Случай Падение И уже Приговор Вынесен Этому Человеку И кажется Что исправление Невозможно Но так ли Это Сначала Посмотрим Объяснение На 25 Стих Ефрем Сирин Пишет Теперь Когда Изавель Пригласила Ахава Пойти И взять Во владение Виноградник Владельцы Которого Были Забиты Камнями Значит Речь идет Не только О Хозяине И о Его Близких Илья Вышел Навстречу Ему Как раз Тогда Когда он Не ожидал Его И приблизился К нему Чтобы Вскрыть Постыдное Деяние О котором Как они Считали Было Известно Только им Все же Было В этих Запечатанных Конвертах Он Открыто Осудил Царя За хищение Виноградника И убийство Праведного Нафуфея Но кто-то Спросит Разве Не Изавель Подготовила Смерть Нафуфея Ахав Вовсе Не обиделся На то Что Его Просьба Была Отвергнута Нафуфея Он Не хотел Обойтись С ним Плохо Или Забрать Его Виноградник Силой Однако Коль Скоро Он Претендует На Виноградник Ибо По закону Наследство Переходит К царю В случае Если Наследник Умер Или Нет Наследников То Мы Утверждаем Что Если Ахав Вовсе Не согрешил Было бы невозможно Чтобы правосудие Встающее На сторону Притесняемых Причинило Зло Ему Или Пророку Который Осудил Его Согласно Заповеди Праведного Судии И уже Осудил Его Дважды Илья Сказал Ему Так Говорит Господь На том Месте Где Псы Лизали Кровь Нафуфея Псы Будут Лизать Твою Кровь И поступлю С домом Твоим Так Как поступил Я с домом Ирвама И об Изавеле Господь Тоже Сказал Псы Съедят Изавель За стеною Израиля Таковы Приговоры Которые Илья Объявляет Царю и царице Он отдает Их Псам А дом Ахава Подвергает Разрушение Разрушение И здесь Казалось бы Все уже Ясно Все уже Кончено Но Не так Все Просто После 25 стиха Говорится Об Ахаве Он поступал Весьма Гнусно Последуя Идолам Как делали Амареи Которые Господь Прогнал От лица Сынов Израилевых Выслушав Все слова Сии Ахав Умилился Перед Господом Ходил И плакал Разодрал Одежды Свои И возложил На тело Своё Вретище И постился И спал Во Вретище И ходил Печально Казалось бы Человек Которому Вынесен Приговор Приговор Справедливый Вынесен Приговор Его Потомству Его Жене Все детально Обговорено Что Псы будут Лакать Его кровь Но Он Знает Что Бог Милосердный И милостивый Бог Израиля Как и Соседние Народы Знали Что Законы В некоторых Случах Божьи Они Источают Милость Посмотрим Толкование На 27 стих Вот это Раскаяние Ахава Чему Чему это Может Нас Научить Ефрем Сирин Пишет И Не Не Получил Своё Наказание Во всей Полноте Псы На самом Деле Не Раздирали Его Тело И Птицы Не Расклёвывали Его Поэтому Сказанное Ильёю Славами Господа Должно Быть Истолковано В смысле Сказанного Моисеем Я Истреблю Их Однако Он Господь Не Истребил Их Здесь Следует Рассмотреть Три Различных Значения Во-первых Ахав Раскаивается И Молится И Бог Тут же Принимает Его Молитву Примеряется С ним И Открывает Ахаву Прощение Его Вины Через Пророка Милосердие Господнее По отношению К этому Нечестивому Человеку Действительно Достойно Восхищения Во-вторых Посмотрите Что Даже Хотя Раскаяние Ахава Было Кратковременным Милость Которую Он Просил Была Дарована Ему Незамедлительно Его Господь Незамедленно Не Вел Себя Так Так Севраам Которого Он Наградил Наследником Только После После Стал Молитвы Незамедленно Которая 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 Незамедленно Незамедленно Это означает Это означает Что Милостивый Судья Пытался Повлиять На царя Дабы Он Жил Согласно С Его Доброй Волей Ибо Ахав Был Человеком Импульсивным Быстро Менял Настроение И Отвращался От Добра Козлу И Далее Мы читаем И Было Слово Господне Калиифе Святянину Об Ахаве И Сказал Господь Видишь Как Смирился Передо мной Ахав За то Что он Смирился Передо мной Я не Наведу Беду В его Дни Во Дни Сына Его Наведу Беды На Дом Его И Амбросий Медиаланский Пишет Пишет В этом месте Возникает вопрос Как Истолковать То Что Господь Сказал Ильи Видишь Как Смирился Предо Мною Ахав Или Скажем Что Раскаяние Пред Богом Приносит Пользу Выслушав Все Слова Сии Ахав Разодрал Одежды Свои И Возложил На тело Своё Вретище И Постился И Спал Во Вретище Ходил Печально С того Дня В Который Он Убил На Фуфее Так Что Пробудил Милосердие Бога И Он Изменил Свой Приговор И Вот То ли Раскаяние Не Помогло И Не вызвало Милосердия Божьего То ли Пророчество Оказалось Ложным Но Ахав Был Побежден И Убит Вспомни Что У Ахав Была Жена Изавель И Ее Наущения Разжигали Его И Она Развратила Сердце Его Сделав Столь Отвратительным В силу Его Необузданного Святотатства Его Деяния Понятно Что Она Дерзко Противилась Его Стремлению Раскаяться Однако Нельзя Думать Что Господь Непостоянен Потому Что Нищел Нужным Сохранить Человеку Невнимательному К своей Исповеди То Что Он Обещал Ему Во время Исповеди О чем Здесь пишут Аброси На самом деле Произошла Отсрочка В наказании Ахава И Эта Отсрочка Если бы Ахав Сделал Правильные Выводы И Продолжал бы Совершать Покаяние Перед Богом Она Поменяла бы Его Жизнь Целиком Но Раскаяние Только На Некоторое Время Освободило Его От гнева Божия А то Что ожидало Его Его Семейство Впереди По-прежнему Было Ужасно Поэтому Если После Какой-то Беды Мы Молимся И Бедствие Прекращается Но Мы Не Принимаем Никаких Нравственных Решений Чтобы Беда Не Вернулась К нам Назад То Произойдет По сказанному В Евангелию Если Дом Очищен Но Не Занят Благодатью Божией То Бесы Которые Были Изгнаны Из Дома Они В большем Количестве Вернутся Назад И Разорят Этот Дом Такой Урок Нам Преподает Сегодняшняя 21 Глава Третьей Книги Царства